Монголия Монголия – страна, расположенная в самом центре Азии. Монголия – страна степей, гор и песчаных дюн. Монголия – земля кочевников. Монголия – страна синего неба. Монголия – замечательная страна, в которой 250 дней в году светит солнце. Несмотря на то, что по Монголии уже путешествовали ведущие программ «Орел и Решка» и «Поедем, поедим», мы постараемся составить им конкуренцию. Встречайте! Наша ведущая – Тамир Эрдене, Мишел Анна и Рыжов Сергей. К сожалению, каникулы опять закончились. Да, очень печально. Опять придется уроки делать в школу, хоть ветеран уставать. Мишел Анна, Сергей, вы в эфире. Добрый день, дорогие зрители. Мы ученики школы в посольстве России и Монголии. Наша школа – самая большая среди заграншкол. 517 человек, из них 372 граждане Монголии. Поэтому наши российские одноклассники довольно хорошо знакомы с монгольскими традициями. Об этих традициях сегодня и пойдет речь. Сергей, с чего начнем? Чтобы кушать захотелось. Тебя бы все есть. Давай я лучше расскажу о нашей национальной одежде. Это Делли. Он хорошо приспособлен к кочевому образу жизни и представляет для себя халат, одинаковый и для мужчин, и для женщин. Его также подпоясывают кушаком, длиной иногда до 7 метров. Каждый год, когда ты, Миша Лана, на Сагансар приходишь в школу в Делли, я восхищаюсь твоей красотой и национальностью вашей национальной одеждой. Сергей, ты думаешь, наши зрители знают о Сагансаре? Нам нужно их познакомить с этим великолепным монгольским праздником. Позволь, я расскажу. Хорошо, но если что, ты перепутаешь? Я очень постараюсь. В конце зимы, в начале весны, монголы празднуют свой самый древний и почитаемый праздник – Сагансар. Или белый месяц – празднование Нового Года по лунному календарю. После совершения всех обрядов, родственники и друзья ходят друг к другу в гости, даря друг другу подарки. Ну как, я справился? Молодец! Но ты забыл про наш другой праздник. Это надо! Он отмечается с 11 по 13 июля в честь победы Народной Революции 1921 года. Во время праздника проходят состязания по борьбе, стрельбе из лука и скачку. Отличные у вас праздники, но и есть праздники. Хорошо, он говорит. А зрители наши пусть посмотрят Народный танец в исполнении учеников нашей школы. «Ища» 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 «Орленджа» «Ища» Тебе что больше всего понравилось? Я больше всего люблю бузы. Они похожи на русские пельмени, а по форме напоминают юрты. Та же крупная форма и отверстие по следиму. Чем больше защипов на верхушке буз, тем опытнее хозяйка. Ты сказала, что бузы похожи на юрты. А вдруг наши зрители не знают, что такое юрт? Ты прав. Рассказывай. Юрта легкая, разборная. Это идеальное жилище для кочевников. В основе юрты лежит деревянный остров, покрытый войлоком. В центре юрты, в Синден, находится очаг, служащий для приготовления пищи и обогрева. Сами монголы называют свое жилище Слоу-Бе. Молодец! Судя по тому, сколько сута ца ты выпил за обеду, тебе очень понравилась монгольская кухня. Кстати, сута ца готовят так. Воду кипятят и добавляют в него плиточный зеленый чай. Потом добавляют молоко и вновь кипятят. А потом добавляют масло, обжаренную муку и соль. Пьют его без сахара. Правда своеобразно? Но вкусно! Что ты все еди да еди. Давай лучше о достопримечательностях поговорим. Лично на меня большое впечатление производит статуя Чингисхана. Конечно, ведь это самая большая конная статуя в мире. И это главная достопримечательность страны. На ее изготовление ушло 300 тысяч тонн нежалеющей стали. И она внесена в список девяти чудес Монголии, а также является государственным символом. В голове лошади есть мотровая площадка, находящаяся в 30 метрах над землей. Прекрасный порог. Но мне больше нравится природная достопримечательность. Одно из моих любимых мест – это озеро Хурслун. Почему этого до сих пор не было? Где же оно располагается? Оно располагается на севере Монголии, рядом с границей России. Это самое глубокое озеро в Монголии. Его возраст превышает 2 миллиона лет. Я знаю, что большинство жителей Монголии – буддисты. А какой монастырь ты бы посоветовал для посещения туристам? Лично я был в монастыре Хамаринхим. Он является энергетическим центром. Сергей, ты сделал отличный выбор. По легенде, там находится один из трех входов в легендарную чистую землю Шаму. И там я слышу, как играет на национальном монгольском инструменте. Но забыл, как он называется. Это Моринхор. Про Моринхор нет смысла говорить. Его нужно слушать. Интересное звучание. Может быть, мне научиться играть? Попробуй, но это не так просто. Я думаю, наш рассказ будет неполным без вспоминаний мемориального комплекса Зайсана. Мемориал посвящен памяти советских солдат, погибших на холке Голи. Он располагается на холме Зайсантафа. Я думаю, что после нашего рассказа в Монголию захотят приехать многие наши зрители. Едут, а какая денежная единица – не знаю. Может быть, ты расскажешь? Спасибо, что напомнил. В Монголии денежная единица – это тубрик. Она произошла от названия круглой – монета. И была впервые изготовлена в 1925 году. Первые монеты были изготовлены в Ленинграде, а банкноты – в Москве. Сейчас в денежном обращении только банкноты. Но купюрах от одного до ста тубриков изображен сухопатор – вождь народной революции. А на остальных – Чингисхан, основатель монгольской империи. Без монет даже удобнее. Кошелек легче. Сергей, мы отлично поработали. Ты хороший напарник и за это заслуживаешь награду. Дорогие зрители, надеюсь, вам с нами было интересно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok